И еще, оказывается, твич не может в эмодзи, в эмодзи, в эмодзио, а нет, может, если сильно захотеть. О, может, все нормально. Надо просто его два раза попросить, он с первого раза не понимает. За то, кто всегда с первого раза понимает, догоняет, лучше всех все знает и вообще молодец, это красавица-умница Алиандра, которую я безумно рад сегодня видеть, которую я безумно рад видеть всегда, потому что она красавица и умница, и это хорошо, это очень приятно. И таких людей мало, за это мы ее любим, ценим, уважаем. Привет тебе. Да, продолжим гонять лысого, хотя, может быть, он не лысый. И, кстати, до меня только сегодня дошло. Если вспомнить момент, когда затопило комнату коммуникаций, и главный герой вдруг стал обладателем замечательных светящихся точечек на руках, то мне только сегодня дошло, что он не вдруг стал обладателем этих точечек, а он вдруг увидел свои руки такими, какие они есть. А до этого он видел свои руки человеческими, потому что его сознание это так воспринимало, да. Он смотрел на себя, думал, что у него должны быть человеческие руки, и он видел человеческие руки. Точно так же, как Карл, лежащий на сборочной линии, видел свои руки обе две, видел свои ноги, и вообще ощущал себя человеком, и не подавал признаков роботизированной жизни. Почему это до меня дошло только сегодня? Не знаю почему. Вроде бы мысль несложная, но как бы вот так. Заодно я проверил звук. Звук нормальный. Нормальный звук. А это значит, что можно начинать. Прос... Чтобы продолжить. Напоминаю, что успело случиться, да, в прошлых, в предыдущих сериях. Мы прошли станцию Дельта, где нам пришлось расковырять одного из роботов, гуляющих там на выпасе. Забрать у него чип. Я так и не понял, на самом деле. Надо, кстати, пересмотреть этот момент, я... Что-то вот не успел... Ну, сегодня не было на это времени. И я этим займусь завтра, наверное. Посмотрю этот момент, диалог... Который случился между... Саймоном и Катериной. Как она обосновала необходимость забрать чип из робота? Я, к сожалению... Не очень понял мотивацию. И мне она вообще показалась несколько... Не то чтобы надуманной, но искусственной. Вот. Значит, это случилось на Дельте. Мы оттуда выбрались. Узнали, что... Один из обитателей станции Дельта убил... Ну, или, по крайней мере, стал причиной смерти двух инженеров. Одного оперативника, там было написано тогда... По оперативной реагировании. И одного инженера. И перебрался на Тету. Явно с недобрыми намерениями. Потому что такие таковы, но и таковые намерения у него были еще и на Дельте. Теперь мы добрались до Теты. Бродим там потихонечку. Узнаем, что как. Узнаем о том, что Катерина, которая... Не которая отсканированная, а которая обычный человек. Она продолжала... Как она начинала, точнее, свои эксперименты. Как она выяснила, что... Точнее, откуда взялись у нее технологии для сканирования человека и помещения его в ковчег. Это разработка НИУ, искусственного интеллекта этих станций. То есть она начала что-то делать. НИУ у нее научился, но научился лучше, чем сделала она. И она потом взяла его наработки, или ее, я не знаю, НИУ, искусственный интеллект, как бы, в каком роли к нему обращаться, не знаю. Но это не имеет значения. И именно вот технологии НИУ она использовала для того, чтобы засканировать людей и поместить их в ковчег. Но при этом есть подозрение, что НИУ этим маялся уже давно, используя кресло пилотов по управлению роботами, потому что в какой-то момент участились случаи головных болей, тошноты и вообще всяких побочных эффектов от использования этих кресел, что может свидетельствовать о том, что вот НИУ какие-то свои темные делишки уже проворачивал никому ни о чем не сообщив. Также главный герой как-то очень вяло рефлексирует на предмет того, что он мозг в банке, даже не мозг в банке, а сканированное сознание, помещенное в скафандр с электроникой, ощущает он при этом себя по его же словам нормально. Немного странно, но нормально. Вот. Но основная наша задача вот описана здесь сейчас внизу текстом, что Кэтрин и Саймон ищут батискав, способные спускаться на большие глубины, чтобы добраться до станции Фи, по-моему, где находится собственно ковчег, поместить туда чипы, точнее не поместить, туда чипы, они там уже вроде как находятся в ковчеге, но запустить сам ковчег в космос, и чтобы человечество продолжило свой путь сквозь пространство в виде цифровых копий. Что прикольно, некоторые люди, которые поучаствовали в проекте сканирования, благополучно сошли с ума и самоубились. Вот все бы так. Сошел с ума, самоубились. Не мешай другим. Да? Вот. Но это показалось не совсем адекватным ходом для некоторых. Например, начальник безопасности стал давить косяки на Катерину за то, что... Хотя, при чем здесь она? Вообще непонятно. В общем, короче, он стал к ней относиться несколько настороженно, предвзято и вообще. Красавица Алиандра, как всегда, добра, чудесно и... как это сказать? Вот теперь я не могу найти подходящее слово, чтобы сказать, как Алиандра всегда находит душевные силы, чтобы тепло отозваться. В частности, Алиандра. Спасибо тебе большое. Я рад, что ты здесь. Хорошо, что ты сидишь спиной к крану. Береги свое психическое здоровье. Потому что вот один персонаж, который был здесь в игре, он посмотрел на это все и не выдержал. И скушал жвачечку с цианином. С одной стороны, хорошо. Если бы все так, то другим легче. Они, по крайней мере, не ходят и не проповедуют им про всякое. Но, с другой стороны, пример оказался заразителен. И некоторые граждане последовали за самоубивцем. ну, не знаю, если им так хочется. Почему нет? Правда, он выбрал очень достаточно изящный путь. То есть, ну, в том плане, что он не заставил за собой выбирать. Он скушал капельку капсулу с цианином, да, помер себе благополучно и нормально. Та же, например, Робин Бас, я так понял, опасные бритвы вскрыла себе то ли вены, то ли горло, ну, в общем, какую-то часть себя она вскрыла до состояния нестояния. Что сказалось несколько на неэстетичном внешнем виде ее личной каюты. А кому-то пришлось это убирать. Поэтому думайте об остальных, когда самоубиваетесь. Им потом с этим жить. Как сказал в конце второй части Metal Gear Boss или Snake или Boss там хрен разберешь уже, короче. Даже я уже путаю кто там что сказал. Говорит, что война, типа бой заканчивается для обоих участников конфликта. Только проигравший умирает и уходит, а победитель остается на поле боя и живет с этим. Так что кто из них еще победил, вопрос. В общем, я в прошлый раз тут немного по пострухнул, открывая все вот эти двери. Оказалось ничего страшного не произошло. Никто меня там не встретил, никакая бука на меня не выскочила. Побывали в некоторых личных комнатах. Видели некоторое, так сказать, содержимое. Осталась вот эта комната. Из-за того, что чем меньше остается вариантов, тем больше вероятность, что за каждой дверью будет бука. Но при этом я заметил, что с каждым разом запуская сому, моя мозоль на месте, которая обычно отвечает за страх, она нарастает все толще и боюсь я все меньше. Сказал Саня, обязательно обосрется. Но тем будет интереснее. В общем, открываем дверь. Каркатицу я уже не надеюсь с собой таскать. Да и не хочу ее подвергать таким кошмарам. Сейчас мы ее куда-нибудь отташем. Надо будет кстати попробовать вообще вернуться на станцию как-нибудь, если будет такая возможность, вернуться на станцию Эпсилон. О, сейчас мы ее на диванчик поставим, пусть она телек смотрит. По телеку не очень интересные каналы, но хотя бы что-то. О, чпочеча такая. Хе-хе. А, прикольно. О, отдыхает. Комната рекреации. Рехаб такой местный. И у меня по-моему опять двоится картинка, то есть меня слегка покорировало. Хотя я этого не очень понимаю, но вроде нормально. Так, ну, погнали, чего, посмотрим, что нас там ждет. А камера, кстати, вот интересно поставлено что это за звуки будут. Ладно. Камера это интересное место снимать. Что она снимает? Она, наверное, просто сломалась. Она наверняка должна поворачиваться на этом штативе, да, и смотреть либо на дверь, либо туда. Везде, где вот торчат эти штуки из стен, из всего, где вот Нил пророс своей опухолью, везде очень странные звуки. Вот здесь, например, что-то вечно капает. Ну. Да, и такой перетекает какая-то жидкость, я не знаю, как будто арбуз кто-то мнет. Ну, в общем, звуки всегда какие-то крайне напрягающие. Что-то я по-любому упускаю, да? А, там светло. Вот, кстати, тоже непонятно, как устроено. Вот смотрите. Сейчас все, убездюсь, убздюсь, я сейчас убздюсь, что здесь можно ходить спокойно. Балинский. Там кто-то умер, по-любому, судя по красному цвету. Вот, мне интересно, да, вот дверь. Обратите внимание, дверь, люк, ну, не люк, а как бы иллюминатор двери, да, он темный. То есть, там ничего не видно. При этом, здесь была точно так, это был точно такой же иллюминатор. Показываем. Зачем сделан иллюминатор в двери, когда за ним, когда из-за него ничего не было. То есть, здесь освещенное помещение. Куча места. Все, а здесь нормально. Ничто не заслоняет. Почему вот этот иллюминатор тупо черный? Ну, то есть, какую цель преследует наличие вот этого иллюминатора здесь? Или это не иллюминатор? Ну, тогда зачем он здесь? В общем, ладно, у меня масса вопросов и никаких ответов. Оттуда льется свет. В игре, где иногда темно, иногда откуда-то льется яркий свет. О-о-о! Комната управления роботами. Клево! Я, кстати, не стал садиться в такое кресло в самом начале, потому что... Так, а почему Катерина с нами разговаривает из динамиков? А, мы ее оставили на панели управления. Разве не забрал ее с... Нет. Значит, не забрал, То есть, у меня еще и нет Omnitoolа с собой. Здесь она проводила свои сканирования, она говорит. И она была первой. Поэтому кота Катерина, которую мы с собой таскаем, она не помнит всего остального, потому что она и не может этого помнить. Она содержит сведения только до того момента, как она отсканировала сама себя. И действия Катерины в дальнейшем, которая человек ей неизвестна. Причем вот интересно, почему они ей неизвестны? А как тогда вообще они попали в роботов? Я вот немного понять не могу. То есть, если Катерина брала слепок сознания, помещала его на какой-то носитель, да, и где-то хранила потом. А, она же где-то симуляцию проводила, да, она же понимала, как должен выглядеть, она же строила ковчег, ну, тот виртуальный мир, в котором жили люди. То есть, она как-то все-таки эти сознания куда-то девала, еще потом с ними как-то игралась. Ну, то есть, какие-то операции с ними она все-таки проводила. То есть, они не просто на холодном носителе лежали, да, то есть, где-то что-то они таки делали. Так, что из этого можно сделать? Просто Катерина, которую мы сейчас с собой носим, которая с нами разговаривает, она как-то не очень делится деталями своей жизни в качестве вот этого отсканированного сознания. И еще вопрос, как она из ковчега попала в робота? Как они вообще попали из ковчега в роботов? Почему, например, чип, который мы вытащили из робота на дельте, вообще оказался на этом роботе? Кто его туда вставил? Вопросы, вопросы. Не по Wi-Fi же его залили, правда? Хотя, может, и по Wi-Fi было бы прикольно. Залейте мне сознание, особенно с утра вот хочу, чтобы просыпаешься, тебе сознание залили. Разбудить, разбудили, поднять, подняли. Прикольно, точилка для карандашей, нет? А что это? Блин, а можно приблизить? Непонятно, что это. Выглядит прикольно. Так, а это что? Кресло пилота, хаймадсу, нейрол интерфейс. Так, послушаем разговоры местных. струкли, 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 я нужна помощь в лабе, в лабе, Что случилось? Конрад убил себя после лабора. Господи, как? А, мазер пилот, что я должен сделать? Я требую сказать Струмайер. Нет, пожалуйста, я так близко. Струмайер будет закрыть арк-проект. Это не моя fault, люди продолжают убивать себя. Кэтрин, что ты сделаешь? Не, как бы, он может снижать 300-литров тело из лаба. Я знаю. Кэтрин, ты в порядке? Не даже близко. как это работает. Причем показано, чем занимаются роботы. Исследование, картография и обслуживание. Хорошо. И сейчас начнется что-нибудь. Вот следы смерти чувака, который убил себя мазером. Колеса, чувак, колеса. Остальным потом жить с тем, что вы с собой делаете. Ребят, ну, имейте ввиду. Эгоисты. Ух ты, какая лапа тут торчит. Такой. Это все мое. Это все мое. Баки, это мое. Так, терминал. Проверяем. Блин, хорошие сервера. Смотрите, вот мне нравится. Сквозь сервер проросла хрень, а диски до сих пор работают, если это диски, конечно. Вот это точно диски. Вот это что? Нет, тоже должны быть диски. Так, смотрим, что там на терминале. Намком, да? На нами композиция. На нами композиция. Тип, сжатые данные. Нейрограмма на Кодзимы. Опять на Кодзима тут продолжительность 21 мс. Дата сканирования 12 марта 2014 года. Нифига себе. Исследователь Синна Кодзима. Объект имя на нами, полженский. Дата рождения 11 декабря 97-го. То есть ей всего сколько? 17 лет. Так, сейчас, секунду, у меня, по-моему, чатик отвалился. Да, что-то в последнее время часто такое случается. Сейчас, секунду, ребят. А, нет, не отвалился. Все нормально. Так. Дата смерти 17 июля 2021. Место рождения Япония. А дата сканирования 14-й. Имя на нами, причем в кавычках почему-то, полуженский. То есть умерла она во сколько, получается? В 26 лет? Сканировали ее в 17. На нами. Истерить данные да нет, зачем? Берг. Берг. Материалы по Се. Берг. тип сжатых данных нейрограмма Накодзимы. А, то есть Накодзима это нарицательное имя стало, Имя? Не нарицательное, а этим именем теперь называют по имени изобретателя. Как это называется, когда в честь кого-то что-то названо и вот теперь это называют, допустим, там, поиск Койпера. Как это вот? Поиск Койпера теперь это? Имя собственное. Теперь это. Я думал, имя собственное это Койпер, собственно, его фамилия. Вот это имя собственное. Нарицательное? Нарицательное, да? Так. Значит, на-на-на-на-на-на-на-на-на-на, Берг. Дата сканирования 28 апреля 2015 год. Исследователь Дэвид Мунши. Это тот, который нас сканировал. Объект Пол Берг. Это он своего корифана отсканировал. Пол мужской 27 ноября дата рождения 27 ноября 84-го дата смерти 2 августа 69-го. То есть сколько он там 85 лет прожил. Красавчик. Месторождение Канада. Дэбберг. Когда сканировал? 28 апреля 2015-го. А на нами сканировали еще в 14-ом. 12 марта 2014-го. Интересно. Так, Мунши. Материалы по всей. Продолжительное время 4 миллисекунды. То есть всего 4 миллисекунды сканирования. Дата сканирования 28 апреля 2015-й год. Полтберг. Это вот когда они себя сканировали до того, как протестировать Джарета. Да, как сканировать Джарета. Это когда на ресепшене была запись. Мы читали, что они там в качестве эксперимента, в качестве не эксперимента, а, ну да, эксперимента, и тестирование самой установки, сканировали друг друга. Умер в 78-м, родился в 80-м, месторождение Канада, 4 миллисекунды. Так, про Джарета почитаем. Это мы, собственно, да, Саймон Джарет? То есть ты все-таки знала, про это? Вот Катерина мутная какая-то, блин, не нравится мне это. Давай по душам поговорим, расскажи, че как, почему ты не договариваешь? Саймон Джарет, тип сжатые данные, нейрограмма на Кодзимы, продолжительность 5 миллисекунд, дата сканирования 2-е мая, 15-й год. Майя, а те были в апреле, да? Ну да, то есть они вот прям буквально до того, как сканировать Саймона, да, они сканировали друг друга за несколько дней. Ну да, соответствует записям в дневничке. Саймон Джарет умер 1 июня 15-го года. Месторождение Канада. Вот так вот взял и умер 1 июня 15-го. Майя, июнь, да, через месяц получается. Так, послушаем. После сканирования 2-е мая, 15-й. Так. План 20-е мая, да, то есть это сейчас вот между 2-ым мая и 20-ым мая Мунши занимаются тем, что прорабатывают на его отсканированном мозге варианты лечения. Ну, по крайней мере, такой был, такая была задача. Не знаю, не знаю, Мы работали все, что ли? что ли? Все, Все, Доктор Пик и профессор Вау. А, это хорошая новость. Не большой изменения в медицине, вы будете принимать аспирин каждом вечером, но это все. так то есть вот для него разработали программу лечения так последняя запись 1 июня так это сделает это не твой ответ жалоб мы у меня и мы в Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Это прикольно, наверное Скеймеров не было пока еще? Не, ничего не было Бродим, читаем Стереть данные? Нет, не надо стирать Причем вот здесь на терминале все данные Старые, да? 14-15 год Здесь тоже нельзя ничего послушать, Мунши Тоже нельзя ничего послушать Это я заметил, 4 секунды, 5 миллисекунд Короткие записи А вот Намком На нами композиция Здесь 21 миллисекунда Но это было сделано за год до Исследователь Сина Кодзима И его запись тут И его как бы данные тут есть А кто-то же должен сканировать? Мунши, да? Здесь должно быть написано, что это Мунши Да, Дэвид Мунши его сканировал Вот интересно Получается, что вот эту девочку На нами Причем в кавычках на нами Кто-то отсканировал Сина Кодзима Тот, чьим именем потом назвали Назвали эти нейрограммы Но они благодарны ученикам Они приходят с каждым разработчиком Так, мой мозг Скан превратился в темплей Для интеллигности Ты должен быть рады Так много для этого мастерства Нида магии или времени Не нужна, я был здесь все время Нидая, чтобы кто-то Снимать фотографию моего мозга В его сутки И нажать на кнопку Описал то, что Через сто лет Его сознание загрузили в костюм При этом его сознание Использовалось как Базовый шаблон Для разработки искусственных интеллектов И он такой А, прикольно Вообще, меланхолик Или как это называется Ну, короче, спокойный Уравновешенный Психологический человек Красавчик Так, надо табуретку отсюда убрать То есть, где сбегать придется Надо, чтобы мне здесь ничего не мешало Так Ладно, в кресло пока торопиться Садиться не буду Мало ли что Сейчас здесь еще походим И что говорят Ошибка подключения Проверить Код ошибки длинный Невозможно подключиться к серверу Перезагрузите маршрутизатор Он находится в хранилище под этажа Или свяжитесь со службой техобслужа Я знаю, куда мне надо идти Спасибо Я там слышал такие звуки От которых Кровь в жилах стынет Я туда не пойду пока еще Я так понимаю, что мне придется Но пока туда не пойду Так Значит, я пришел От Седова Надо тут дверь открыть, кстати Чтобы она Чтобы она Была открыта Чтобы я Ориентировался в пространстве КОЗИ 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 это Они тоже думают Это Саймон? Что? Нет, Саймон Не волнуйся Это не как Мы просто Пустили Роботов и машин И оставили Лучше И оставили Это Было очень Круло Это не работает Так Или Не 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 Существует Так Действительно Сентяные Машины Действительно Сентяные Действительно Новое Но Ты Сентяные Для Арка Да И Я В общем Как Известить Метод И вообще Как бы Всячески Импрувить Чтобы он Делал то Что требуется Это Хорошо Это логично Класс Так Не пойми Что Значит Катерина Сказала Что она Практически Изобрела Этот метод Сохранения Сознания Именно Как сознание Как Автономной Сама Self Aware Как это Осознающий Себя Единицы Да От Сканированного Человека Интересно Simulation Assets Опа Тут Что-то Есть Так Что это Такое Кассетка Какая-то Кассетка Можно Было И пропустить Да Вот Что-то Интересно Что Тут Ну Опять Ж Да Нет Связи С Сервером Ну Да Это мог Некоторые мысли Лучше не озвучивать Интересно Главное Перевели На русский Неправильно Вот Блин Или я Что-то В этой Жизни Не понимаю Или Блин Вот за это Я не люблю Русскую Озвучку Потому что Если ты совсем Не понимаешь Английского Есть Вероятность Что тебя Обманут Ой Надо сначала Сохранить Сейчас Ребят Я просто Хочу Сохранить Видеоклик И прослушать Последнюю Запись Просто Чтобы убедиться Что Я не гоню А то Мало Так А мне Надо Сохранить Сохранить Сохранить